Коммунистическая партия Норвегии Коммунистическая партия Норвегии Коммунистическая партия Норвегии Коммунистическая партия Норвегии Коммунистическая партия Норвегия Норвегия сейчас очень развитая страна И она находится под властью буржезии Имеет высокий уровень довольства народа Несмотря на классовые различия Я в четвертом поколении коммунист И взгляды моей семьи оказали влияние на формирование моего жизненного стиля и мировоззрения Сначала немного истории Которая описывает как НКП Жила последние 100 лет Александра Колонтай жила в Осло И контактировала между Лениным Который жил в Швейцарии в то время И большевиками, которые были в Петрограде Пока Ленин не приехал из Германии в Петроград На конгрессе партии трудящихся 2-5 ноября 1923 года Было создано окончательное содружество Между коммунистическим интернационалом коминтерном И норвежской секцией партии рабочих Норвегии Они осознавали необходимость объединения И совместной борьбы в международном движении Моя прапрабабушка была членом и основателем партии трудящихся Оды Эта часть моей истории рассказывает об истории одной семьи коммунистов в Норвегии Но она может рассказать, мне кажется, историю всей коммунистической мысли, действия и работы В 2010 году моя прапрабабушка занималась женским движением профсоюзным И они обсуждали необходимость изменений И обсуждали, что нужно поменять в мире Она видела смысл в классовой борьбе В сопротивлении власти и борьбе с несправедливостью Партия была основана в середине периода кризиса Которая объединила много рабочих семей Она получила большую поддержку в разных регионах Высокие затраты, которые получились после Первой мировой войны Были безжалостны для рабочих Страйки и выходы на улицы были успешными Но был принят полицейский контроль И ситуация пыталась стабилизироваться Индустриальные лидеры, лидеры рабочего движения Пытались исправить ситуацию тем, что нанимать других работников Но результатом такой политики стала высокая безработица Мой прапрадедушка также участвовал в трагедийском движении И участвовал в построении Дома народа в Одзе Мои бабушка с дедушкой также были Они оба были коммунистами Учились в Ленинском университете в Советском Союзе с 1928 по 1931 год Они изучали философию, экономику и историю Включая марксизм и ленинизм Также русский, норвежский, математику и гимнастику Они проходили практику в Ростове, на Кавказе И в разных клубах в Архангельске и в Мурманске В отличие от других стран Коммунистическая партия Норвегии Потеряла свою поддержку в политической норвежской среде в 30-е годы Потому что в стране завела большинство социал-демократия Она носила несколько иной характер, нежели в других странах И коммунистическая партия Норвегии не имела таких возможностей, как коммунисты в других странах К марту 1933 года свастика была поднята над германским консульством Восла В памятный день начала Первой мировой войны Прошли демонстрации против войны и гонки вооружений Моя бабушка была основным спикером в Бергене в 1935 году И предупреждала об опасности возникновения новой войны И она сказала во время своего выступления Норвегия, конечно, становится великолепным средоточием для атак против Советского Союза И она была права Она предсказала фашистско-германскую оккупацию Норвегии Потому что ее коммунистическое образование и политическая практика давали основания для таких выводов Поддержка Испанской Республики была также одной из основных состоянных частей деятельности коммунистов В Норвегии перед 1940 годом Коммунистическая партия была первой политической партией Которая была запрещена в годы оккупации Мой дедушка, который был юным пионером И который возглавил коммунистическую молодежную организацию в Бергене В 1930-е годы и до 1933 года Вступил в подпольное сопротивление за миросвобождение во время оккупации Мой дедушка погиб А его сын и его внук участвовали в войне против нацистов Норвежская партия Норвежская коммунистическая партия была норвежской организацией, которая потеряла большую часть своих членов во время Второй мировой войны 13700 советских военнопленных также погибли во время войны на норвежской земле И это позор для тех, кто разрушает их памятники и их память сегодня В то время, как русские так называемые птички Птицы счастья, которые давались в обмен на еду, до сих пор украшают норвежские дома В память этих сделок Норвежские коммунисты чтят всех погибших советских солдат Неделю тому назад Нацисты снова вышли на Норвежские улицы Полиция фактически не делала различий между свободой речи и тем антагонизмом, той ненавистью, которую они развязывали И обеспечила им экскорт Молодежные организации коммунистов и коммунистическая партия Норвегии Также устраивают плановые контрдемонстрации Однако на нас налагают штрафы, когда мы пытаемся противостоять нацистам Мы не принимаем такую политику и считаем это классовой дискриминацией Холодная война была обозначена антикоммунистическими компаниями Переписыванием истории Незаконными расследованиями После того, как Берлинская стена упала Страх возрождения коммунизма и страх перед коммунистами Все равно остался И он привит норвежскому населению Это отвергает народ от широкого участия в наших международных акциях против империализма После референдума, в котором народ проголосовал против Европейского союза, членства в Европейском союзе в 1972 году И в последующий период партия снова получила поддержку от населения Поскольку коммунистическая партия Норвегии уже обладала влиянием И поставила себя в ряде нескольких организаций, профсоюзов на местном уровне и в межполитических объединениях В Норвегии сегодня коммунистическая партия является реальной альтернативой капитализму и империализму Однако наша партия имеет и те силы, которые борются с нами в виде своих активных и сильных противников Они используют все средства для того, чтобы сбросить нас с политической сцены Вот почему мы укрепляем нашу партию как единственную революционную партию в Норвегии Сегодня не парламентская работа для нас является наиболее важной Но, тем не менее, мы стараемся участвовать и в выборах Существует парламентская группа в Норвегии Мы учредили ее 11 сентября в этом году Однако нам запретили выдвигать кандидатов от каждого региона Коммунистическая партия нуждается в 500 голосах от каждого региона И более 5000 голосов на национальном уровне для того, чтобы участвовать в этих выборах На равных условиях с другими партиями Потому мы призываем всех европейских коммунистов, которые присутствуют сегодня Призывайте там, где можете, своих сторонников голосовать в Норвегии за нашу партию Заранее вам спасибо, товарищи Коммунистическая партия хочет поменять саму систему Систему, где страной, на такую, где бы страна принадлежала бы, управлялась бы самим народом, а не меньшинством Сегодня впервые после Второй мировой войны К нам снова пришли иностранные военные силы Это американские солдаты Это не сопрягается никак с основной политикой нашей партии Норвежское правительство много лет Много лет сокращало норвежские вооруженные силы В пользу натовских сил Более того, в Швеции проходили военные учения НАТО под названием Аврора-17 Норвегия Наша партия также участвовала в ряде демонстраций против такой агрессивной политики Мы знаем, что социализм, коммунизм необходим для совершения зеленой революции, экологической революции Мы знаем, что мир является условием социализма и коммунизма Наша идеология основывается на гуманизме И требует образования И требует образования Миру, как предмету в школе Миру надо учить Мы требуем, чтобы Норвегия избавилась от безработицы И выстроила общество Где рабочие могли бы применить свои таланты Свою рабочую силу Не только основываясь на потребностях собственников Спасибо вам большое за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому